Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Домашняя контрольная работа к третьей главе, вариант номер один, задание номер семь. Решите графически систему уравнений. Первое уравнение системы xy равно 2, второе уравнение x квадрат плюс y равно минус единица. Для того, чтобы найти решение этой системы, нужно построить графики первого уравнения, второго уравнения и найти точки пересечения графиков. Координаты точек пересечения и будут решением системы уравнений. Для того, чтобы выполнить построение, мы преобразуем уравнения, входящие в систему. Первое уравнение мы преобразуем так. Мы разделим и левую, и правую часть на x. Мы это можем сделать, поскольку x у нас не равно нулю. А не равно нулю x только потому, что если бы x было бы нулю, то первое уравнение тогда бы не выполнилось. Итак, делим на x и левую, и правую часть. Получаем y равно 2 делить на x. Теперь второе уравнение. y мы оставим слева, а x квадрат перенесем вправо. Получится минус x квадрат минус единица. Теперь приступаем к построению. Строим график первой функции y равно 2 делить на x. Это гипербола. Задаем положительное значение x. x единица, y2. x2, y единица. x4, y1 вторая. x1 вторая, y плюс 4. Первое вид. Задаем отрицательное значение. x минус единица, y минус 2, минус 2, минус 1, минус 4, минус 1 вторая, минус 1 вторая, минус 4. Вторую вид гиперболы. Теперь строим график второй функции. Если мы внимательно посмотрим на эту функцию, то мы можем сказать, что это парабола y равно минус x квадрат, сдвинутая на единицу вниз, ну или опущенная на единицу вниз. И для того, чтобы выполнить построение, нам нужно было бы начертить параболу y равно минус x квадрате, а потом перенести ее на единицу вниз и начертить еще одну параболу. Но мы поступим иначе. Мы начертим график этой функции как функции y равно f от x плюс l и плюс m. И воспользуемся алгоритмом построения такой функции. В нашем случае l равно 0, m равно минус 1, а сама функция y равно f от x – это парабола y равно минус x в квадрате. Тогда для того, чтобы воспользоваться этим алгоритмом, нам нужно выбрать систему координат, вспомогательную систему координат. Сначала в точке минус l, m. В нашем случае это будет 0 минус 1. Отметим эту точку на графике. x0, y минус 1. Вот точка. Можем через эту точку провести ось вспомогательной системы координат. Ось уй совпадет с осью уй основной системы координат. И теперь в этой системе координат мы строим параболу y равно минус x в квадрате. Зададим точки. x равно 0, y равно 0. x плюс 1, y минус 1. x минус 1, y минус 1. x плюс 2, y минус 4. x минус 2, y минус 4. Этого достаточно, чтобы провести саму параболу. И вот теперь мы можем искать точки пересечения. Как видно на графике, мы имеем единственную точку пересечения. Теперь нам нужно определить ее координаты. Координата x минус 1, координата y минус 2. Таким образом, минус 1, минус 2. Это решение нашей системы. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.